Ищем бюджетные аналоги Бьюти Бомб, вы где? Обожаю просто Вопросы только к бренду, какого? Кто еще не видел слив осенней коллекции? Такие плохие! Кто-то скажет, можно и растительным Буду сейчас бомбить Мы уже поняли друг друга в комментариях А в чем разница? Просто можно разориться Не, ну это конечно шикарно Мои многоуважаемые друзья, всех рада видеть на своем ютуб канале С вами я, Марина Суя И сегодня я буду впервые тестировать эту коллекцию Летнюю коллекцию от Бьюти Бомб Которая называется Плюшевые бандиты Сейчас наглядно покажу, что я купила из новой коллекции Не стала покупать все аксессуары Просто можно разориться на этих шапочках Повязочках за 400 рублей Итак, показываю поближе, что же меня привлекло И завлекло из новой коллекции Это палетка для глаз Гелевые подводки, мята и лаванда Дальше продукты для лица пудра 3 грамма за 600 рублей Палетка контурирующая Румяна Для бровей выпустили вот такое мыло Взяла вот такое масло для губ И из трех кистей я выбрала одну функциональную Вот такую пушистую кисть И вот это богатство, можно сказать, подростковая косметика Мне обошлась в 4000 рублей Это уже окончательная цена Но это без скидок Ребята, получается мы в первой части этого выпуска Кто не смотрел, обязательно посмотрите Ссылочку я оставлю на видео в описании Где мы ходили в магнит косметик и покупали эту косметику От Бьюти Бомб Мы уже поняли друг друга в комментариях Что цена на эту коллекцию и вообще цена у Бьюти Бомб стала завышаться Можно сказать, переплюнула уже многие известные бюджетные бренды Но не будем судить по обложке И сделаем давайте уже макияж И прощупаем, проникнемся этой плюшевой бандитской коллекцией Вот смотрю и думаю Оформление детское Наполнение, ну ладно, такое возрастное Уже подростковое Цены взрослые Не состыковочка Чтобы приступить к макияжу Я сначала, наконец-то, попробую Вот это масло для губ У меня уже губы засохли Там было три цвета Я думаю, что они все по-разному пахнут Но в комментариях поняла, что это не так Как будто сок виноградный уже бродить стал Портиться Ну, чем-то таким виноградным У кого-то запах пластмассы ассоциируется Лайк ставлю за то, что это масло напоминает Навеивает воспоминания из прошлого, из детства Как раз там тоже были популярны вот эти роликовые аппликаторы Но мы платим самое главное за продукт А стоит это дело 290 рублей Из коллекции в коллекцию все переливают эти масла То есть уже в предыдущих коллекциях было это масло Масло это из школьной коллекции с Георгом Из предыдущей коллекции Fairy Tail я использовала просто в ноль масло Вот оно было классным Серьезно Я прям уже доскребывала остатки Тут уже, конечно, решать вам Ребята, я даже вспоминаю, что вот когда я покупала масло Она даже, кстати, у меня где-то там есть Например, персиковая, жежеба Зародыше пшеницы И также можно вот эти аптечные масла А, кстати, в Магнит Косметик тоже они продаются Такие фунфырики маленькие Я мазала губы, вот, например, маслом персика Масло ведь, косметическое масло Кто-то скажет, можно и растительным Да, пожалуйста, можно и оливковым Тоже будет как за место ухода То есть вот это масло, оно по запаху не противное Все-таки не противное Нормально Для меня не пахнет пластмассой Поэтому место быть имеет В сумочке главное хорошо закрутить И все Я сейчас что думаю? Я начну с макияжа лица, тон, консилер И дальше приступлю к новой коллекции Тонный праймер я буду использовать и из коллекции Акнофайтер Кстати, можно еще найти по аскедосам Вот эту коллекцию остатки роскоши Кто еще не видел слив осенней коллекции С блогершей Кариной Карамбэйби Напишите в комментариях Уже, да, уже Уже не так интересно Обычно ты ждешь, думаешь Что же они выпустят А уже как слили Ну, будем ждать Вроде ничего так с виду интересно Я буду использовать зеленый праймер Он снимает слегка покраснение Зашлифовывает тоже слегка поры Вы не подумайте, что вот этот праймер Он дает прям зеленку на лице Не, это вообще буквально незаметно Дальше я беру тон из этой же коллекции Акнофайтер В оттенке 0.1 Я уже говорила в предыдущем видео Где я ходила в магнит косметик Что фаворитами коллекции Бьюти Бомб Это у меня было Вест Френдс Форевер И Акнофайтер Ну, это самые-таки коллекции Которые мне запомнились Я стараюсь наносить лайтово Не супер плотно Я еще не успела загореть Поэтому первый оттенок Мне больше еще подходит Там еще есть второй оттенок О, Акнофайтер Уже плюс загар Вот в коллекции Акнофайтер Было буквально все И консилер В первом и во втором оттенке Я беру оттенок второй Потеплее Базой по тени будет консилер У-а-а Чакра не снили Тихонько Тихонько Спасибо А что там? Помидор А что, один, что ли, помидор? О, я просила, да А-а-а Черешня А сколько помидоров стоит? 450 вблизи кило Какой-то золотой помидор Какой-то, да 450 вблизи килограмм А что за? Да какие-то узбекские Что-то такое, короче Сейчас попробуем Вот это богатство Манго Я не помню, когда последний раз я ела манго Ой, мягонький Вот это букетик Не, помидор Ну давай, да Он такой дорогой Дай дольку Попробую Ребята Протягивайте ручки Берите Я люблю солененькие помидоры Кстати, вот они Не сладкие такие А именно солененькие люблю Вкусно? Ну не вал Вал это только дома на грядке И то тоже зависит от сорта, наверное Черешню надо помыть Черешню Ребята, сейчас, кстати, такая жара Что время окрохи пришло Кто еще подсел на окроху Пишите в комментариях Ну что, пробуем черешню Ну я не знаю, какая должна быть черешня Прям вау-вау Ну нормально Главное Не сводит, не кислая Нормально Вкусно Приятного аппетита Давай чокнемся Твой здоровый Блин, это как семечки Сложно остановиться Вот пока я сейчас вот это не доем Я не остановлюсь Можете пока кофеек, чаек, супчик Либо окроху налить На чем мы там остановились? Я нанесла консилер Дальше по моим планам Закрепить макияж И нанести вот эту пудру Из новой коллекции 600 рублей Ну, грубо говоря, 599 600 рублей пудра Ладно, окей Вдруг она будет очень шикарная И заменит все люксовые Пуфик есть Она еще даже не прозрачная Это пудра То есть она такая Буквально с цветом Высыпаю слегка на крышку Да, она прям бежевая такая Так, сначала на ощупь У меня рука буквально полностью голая И я вижу, что она полирует Окей, ладно Я смотрела в косметичке продукты Бьюти Бомб И наткнулась на вот эти кисти Это коллекция тоже с Георгом Школьная коллекция Классные лапки У меня даже аж две вот эти кисточки Они постоянно в ходу То пудр, то какую-то кремовую коррекцию В общем, вот эти лапки Очень удобные Но пудра очень мелкодисперсная То есть вы вот ее буквально не ощущаете Ну кстати Ребята, по поводу пудры У меня есть пудра от Acno Fighter Там была очень большая коллекция В принципе И тоже была пудра Нашла видос Где я ходила за этой коллекцией Магнит косметик Это было примерно год назад И цена этой пудры В день Ну получается В старт продаж 369 рублей Я зашла на сайт Посмотреть предыдущей коллекции Да, цена там тоже 369 рублей. Здесь 9 грамм. 369 рублей. И по ощущениям она не супер сильно отключается. Просто она прессованная. Она тоже такая мягкая. Не скажу, что вот эта пудра хороша, а эта плохая. Нет, они обе приятные на ощупь. Но просто 600 рублей 3 грамма. Алло, алло. Связь там. Beauty Bomb. Вы где? Если я не ошибаюсь, то самая адекватная коллекция по цене была вот эта вот коллекция Acno Fighter. Тон 379. Палетка теней прикольная. С 9 оттенков. 490 рублей. А нам предлагают тут 4 цвета и то 1 глиттер. 620. Ребята, я вам никогда ничего не запрещаю, но по мне за 3 грамма за 600 рублей это дорого. То есть я привела в предыдущем видео. Ищем бюджетные аналоги. Так вот, привела в пример в предыдущем видео пудру от Evelyn. Она там была со скидкой. Даже без скидки дешевле, чем вот эта. Да мне не сложно, в принципе. Вот здесь мои пудры. Вот эта банановая, есть еще персиковая. Нормальная пудра по цене и качеству. Но вот с этим тоном Acno Fighter, хотя он не супер матовый, все равно как-то вот подчеркнула шелушонки у меня на лбу, на носу. В принципе, она красиво зашлифовывает, но не везде зашлифовывает. Где-то может и подчеркнуть эта пудра. Я люблю еще вот так сверху спонжиком проходиться. Если сравнивать с предыдущих коллекций, то вот, пожалуйста, пудра была. Можно еще, кстати, наверное, найти еще на полочках. Цена адекватная, размер, объем, все хорошо. Здесь да если имея в кармане столько денег, можно спокойно идти в подружку с золотой яблокой что-нибудь по скидосу купить. В комментариях под предыдущим видео я поняла, что у большинства, как и у меня, недоумение по поводу цен. Я не хочу сраться, что вот такие плохие цену загнули. У каждого свой бюджет, разный кошелек, поэтому я не запрещаю вам покупать тот продукт, либо другой продукт, решать вам. Это лишь мое мнение, которое может с вашими совпадать, и это нормально. Продукты для лица. Ну, мы уж тут поехали с лицом. Поэтому конечно, я бы обошлась вот этой одной палеткой. Здесь есть и хайлайтер, и румяна, и скульптор. Все. Идеально. Люблю такие универсальные палетки. Но я взяла еще и румяна. Котика румяна. Там было в двух оттенках, потому что, конечно, ванлаф вот эти сердечки румяна от Beauty Bomb. Вообще, румяна от Beauty Bomb, они классные. Что в шайбочке были, что вот эти сердечки. Да, претензий нет. Красиво ложатся, слегка зашлифовываются, пигментация достойная. Мне вот стало интересно, что по поводу вот этого кота. Конечно, вот эта трехслойность нам что-то напоминает. Что-то я прочитала в комментариях и согласилась, потому что у меня есть такие румяна. Это румяна от iHeart Revolution. У меня клубничка. Вот смотрите, тоже. Здесь три цвета, и когда вы смешиваете, воедино красивый отлив получается. Здесь аналогичная ситуация. Ну, цвета, конечно, разные. Чтобы вы понимали, iHeart Revolution стоит в золотом яблоке 488 рублей и по громовке чуть-чуть побольше. Beauty Bomb стоит 589 рублей. Понимаю, что некоторые на iHeart Revolution то еще хотят наскрести. Я считаю, если выбирать уже просто либо вот Beauty Bomb, либо iHeart, там, Makeup Revolution, то, конечно, Makeup. Там цена, оформление, качество, там ассортимент большой просто. Я не хочу, чтобы Beauty Bomb взрывал себя по поводу цены, потому что сейчас очень много конкуренции, и людям просто придется потом выбирать. Либо по цене это купить, либо какой-то уже проверенный бренд годами, который славится там чем-то. Beauty Bomb тоже славится, потому что не зря же мы на него как-то глаз положили в магнит-косметике. Помню, мы ходили на 2000, покупали столько всего, и вообще там, ну, цена была нормальной. Не долго буду тут по поводу цены? Да потому что нужно всегда сравнивать цена и качество, потому что можно купить там какие-нибудь румяна, там шайбочки дорогие и бюджетные. А в чем разница, если можно сэкономить и купить бюджетные румяна? Ладно, погнали. Я хочу посмотреть все три цвета. Так, это сердечко, это голова котика и вот этот фон получается. И при смешивании вот это все в розовинку. Она здесь немножко дает такой отблеск, вот голова котика там какой-то легкий шиммер. Самый основной цвет это, конечно, сердечко. Это прям вот розовый такой цвет. Вот. Пигментация, конечно, спасибо. И сразу же хочу посмотреть вот эту палетку. Она очень легкая, 6 грамм. Хайлайтер. У нас таким золотисто-розовым отливом румяна. И скульптор. Ну, кстати, не пустышка. Что-то есть. Палетка для контуринга 490 рублей. Дешевле, чем румяна. Обожаю просто. Так, по поводу румян. Я не сомневаюсь, что они будут смотреться на мне хорошо и ярко. Я про этого кота. Все-таки я хочу попробовать вот эту трешку. Начну я со скульптора. Тоже набираю вот такой лапкой. Что-то слишком пигментированно. Ой. Хочется отметить, что сначала вы наносите капец как пигментированно. Растушевали. Переходите к другой зоне. Тушуете потом. Ой, что-то тут еще надо добавить. Они как будто сметаются, либо пропадает пигмент. Скульптор наносится мягко. Цвет, конечно, универсальный. На каждый день, конечно, нормально. То есть, чтобы не перебарщивать, махнули кистью и пошли. Ребята, вы не подумайте, что я тут полностью так отчаялась, что ничего путного я не жду от этой коллекции. Я боялась, что ничего путного не будет в Fairy Tail. Я помню этот обзор. Но здесь как-то более посерьезнее, что ли. Переворачиваю кисти на чистую сторону. И буду наносить румяна. Ну, румяна пигментированная. Тоже так ого-го. Свежесть лица. Это заслуга моя. Румяна я люблю дублировать, как и скульптор. Отряхиваю эту же кисть. Я, конечно, все прекрасно понимаю. Мы что-то упустили в этой жизни. Точнее, я... Да, надо постирать. Кстати, когда я покупаю кисти, я их сначала промываю, а потом уже использую. Либо очистителем для кистей сбрызгиваю, тоже так протираю. Ну, что хочется отметить. Конечно, вот оформление мне схоже. Вот по поводу этой лапки возьму почищить. Просто у меня их две. Вот эта будет побольше. Но тоже она такая вот, смотрите, вытянутая такая лапочка. Надо было вот это все делать. Ну, в принципе, вот тот же самый. Просто вот эта кисть, она поменьше. А тут хоп-хоп, два движения и все. Ну, хайлайтер точно неразумно сейчас вот этой кисточкой наносить. Хотя можно. Вот так вот сжали. Вот так вот. Оп. И нанесли. Не, я люблю вот такие кисти универсальные. Еще и лапкой. В любом случае, она дождется своего часа. Но кисть стоит, кстати, отнюдь. Там была кисть скошенная для теней. И стоили они по 240 рублей, если я не ошибаюсь. А вот эта кисть, она подороже. Кисть для пудры 375 рублей. Конечно, вы пишите в комментариях, что можно купить на Алике целый набор за такую стоимость. Но у кого нет возможности, то вот, пожалуйста. В принципе, вот эти кисточки я стираю, я их промываю. С ними все хорошо. То есть, 8 месяцев назад был обзор на школьную коллекцию, где вот эти кисточки я тестировала. И до сих пор я их использую активно. Поэтому кисти у Beauty Bomb, они, в принципе, хорошие. Так, я надеюсь, что я больше ничего не упущу в этой жизни. Так, хайлайтер. А, давайте уже вот этой кисточкой просто я все сделаю. Цвет хайлайтера красиво сочетается с цветом румяна. И получаются как будто румяно запеченные. Как вы поняли, у меня получилась симпатия с этой палеткой. То есть, я к ней не придираюсь вам, потому что, ну, она рабочая, правда. Я люблю тоже так хайлайтер спонжем проходить сверху. Ну, то есть, вы понимаете, да, у меня тут еще остатки тона, но чуть-чуть совсем. Смотрите, пока у меня нет макияжа глаз, румяна выглядят нормально, не выбиваются. То есть, я могу потом добавить котика. Вот эта палетка трешки, я говорю, да. Ну, и функционал больше. То есть, тут даже можно сделать, в принципе, весь макияж, даже глаза. Давайте уж сделаем брови, а потом уже перейдем основательно к макияжу глаз. Так, у меня тут мыло для бровей, но мне этого будет мало, потому что мне нужно еще форму как-то чуть-чуть заполнить. У меня есть карандаши для бровей, это тоже школьная коллекция. То есть, все предыдущие коллекции. И, кстати, вот эти предыдущие коллекции можно купить выгодно сейчас в магните. Смотрите, скидки. Зачешу брови и слегка закрашу пробелы. Ну, а мылом потом я это все зафиксирую. Насчет мыла для бровей. Я тестировала только от Lamelle. Вот такое мыло. По стоимости оно было, ну, сейчас можно по скидке купить, наверное, когда оно вышло, 400 рублей. Мыло Beauty Bomb ничем не дешевле. Тоже 400 рублей, 390 рублей. Но я думала, что Beauty Bomb расценки чуть ниже. Ладно, опять вернулись к стоимости. Звездочки. Карандаш двухсторонний, который я сейчас брала. Я возьму щетку. Так, нужно что-нибудь брызнуть, пышкнуть. Нет, давайте водой так будет честно. А то я сейчас еще фиксатор возьму. Так, главное немножко взять, да? Ну, блесточки тут вообще такие декоративные. Честно, я обычно просто прозрачным гелем их укладываю, набегу и все. Мыло не так часто использую. Я думаю, что в такой технике лучше сначала их зачесать мылом. Потом маркером для бровей фломастером прорисовать. Недостающие волоски. Сейчас, в принципе, карандаш, он начинает стираться. Я возьму немножко консилера и немножко почищу форму брови. Самое главное проверить, как вообще держится ли. Пролепенилось. Реально прилипло. Если говорить о магнит-косметике, сколько есть в продаже ассортимента вот таких. Такого мыльца для бровей, то не так и много. Если покупать со скидкой, то можно присмотреться, потому что рабочая штука. Из представленных двух палеток я выбрала вот такую цветовую гамму, пастельную. И пастельные две подводки. Мята и лаванда. Ну и глиттер еще в подарок. Три цвета получается по факту. Если нам такое предоставляют, то это должно быть что-то простое. Максимально простое. Понятно, можно сделать просто стрелы и пойти. Но хочется все скомбинировать. И сейчас, знаете, в тренде, в моде, в макияже, глаз. В общем, нету вот этого вот растушеванного внешнего уголка. А есть стрела, которая задает форму как раз по подвижному веку, либо выше. И в этой стреле, можно сказать, в форме стрелы, там уже идет цвет. Вы поймете, когда я начну делать. И это я не делала, кстати, еще. Задумала, что я хочу. Глядя из того, что есть. Мне понадобится скошенная кисть. Какая-нибудь тоже маленькая, плоская кисть. В общем, какие-то маленькие кисточки. Ребята, кстати, я прочитала в комментариях, что вы жаловали, что подводки у вас моментом застывали. Гелевые. Я их еще не вскрывала. Вот, как видите. Сейчас, возможно, я не пойму, как она там застывает с первого прикосновения. И я дополню отзыв спустя время в инстаграме. Кто не подписан на мой инстаграм, подписывайтесь. Ссылка под видео в описании. Там я в сторис расскажу, застыло или нет, или через сколько. В общем, как-то так. И я, конечно, посоветовала Duraline. Но танцы с бубнами, кто любит? Никто. Не, ну это, конечно, шикарно. Я заглядывалась на такие гелевые подводки от Colourpop. Ну, это шикарно. Красиво. По стоимости одна подводка стоит 350 рублей. Для начала я беру лавандовый цвет. Он пока набирается мягко. И от внешнего уголка я задаю форму стрелки. Пока веду направляющую. Дальше немножко отступаю от хвостика. Он такой у нас лайтовенький. И веду сейчас форму, немножко отступая чуть выше подвижного века. То есть вот складка подвижного века и немножко отступая. То есть такой лепесточек я рисую. Вот складка подвижного века я чуть выше, чтобы это все не пропало. Ну и буквально веду до внутреннего уголка. Какой-то макияж Клеопатры сейчас в моде. Цвет красивый, конечно. Все, можно идти. Дальше я беру плоскую кисть и набираю вот такой розовато-персиковый оттенок на все подвижное веко. Так, если тут у меня консилер слегка скатался, я его сейчас разглажу. Поехали. Другую кисть возьму. Подождите. Может, менее плоскую. Да в общем, можно хоть пальцем нанести. Но на деле это прям очень нежный оттенок. А-ля телесный с розовинкой. Пальцем быстрее. В принципе, могу повториться. Покрасить ресницы и все. Вуаля. Легкий нежный макияж готов. Так, дальше я беру кисть бочонок. Ну, любую маленькую кисть. Набираю. Примерюсь. Сиреневый оттенок. И получается, иду тенями по границе. То есть, можно ставить вот такую графичную форму. Можно слегка растушевать границы. Это второй оттенок, который я беру из палетки, которая состоит из четырех цветов. И уже у меня складывается впечатление, что за 620 рублей здесь ничего особенного вообще нет. Понятно, что мы берем в расчет то, что пастельные, а не разбеленые. То есть, цвета здесь не надо ждать. Не-не-не-не. Ну, хотелось бы не так долго возиться с кисточкой, чтобы хотя бы вот этот оттенок переносился. Дальше я беру мятный оттенок. Я не хочу тут вырисовывать какие-то вензеля. Все по-простому. Я пойду внутри этой формы рисовать еще одну стрелочку. Но не заходя за лавандовую. Лучше маленькую кисть возьму. Я буквально рисую внешнюю стрелочку. Такую небольшую. Дальше я продлю каким-то там черным лайнером, либо черным карандашом. И еще рисую мятным внутреннюю стрелочку. Ну, слушайте, мятная, она прям густая. Она застывает в момент. Лавандовая я могла даже где-то растянуть. Еще потом еще. То есть, она так вмиг не застывала. Конечно, если капать дюралайном, что-то изменится. Но я только ее купила. Я закончила. Дальше я взяла любой гелевый черный карандаш. Вообще, что есть под рукой. Слегка черным карандашом я провела у ресничного края вверху. То есть, смотрите, у меня стрелка прерывается. Есть внешний уголок и во внутреннем уголке. А вот здесь у ресничного края ничего. Я еще фиксирую подвижное веко. Что-то тут мне не хочет фиксироваться. Хотя консилера там очень мало было. По нижнему веку я тоже слегка создаю такую дымку. Но внешний уголок... Что-то пылят они. Я еще не взяла тут мятный. Его я набираю. И заношу во внешний уголок. И тем самым я хочу... Давайте вот соединю тут нашу стрелочку. Волшебный глиттер, куда же без тебя? Помните, что близко к слизистой такое лучше не наносить. Поэтому я не прямо слизистой. И заношу, получается, во внутренний уголок, но не так близко к слизистой. Дальше прокрашиваю ресницы. Это у меня тушь от Evelyn. Вот сейчас мы можем видеть, что румяна. Можно еще добавить котик. Ой, не столько же. Вот, теперь хотя бы макияж стал в образе. По поводу помады я возьму карандаш. Тоже Beauty Bomb из коллекции Best Friends Forever. То есть я карандаш буду использовать как помаду. Добавляю масло, чтобы губы не были пересушенными. Знаете, что я еще хочу добавить? Для полного образа, вот поверьте, хочу добавить весну. У меня тут есть светло-русый и русый. Закрываем глаза. Только мне тут не хватает еще поярче пятнышек. Так, беру карандаш для бровей с широким таким основанием. О продуктах я сейчас выскажу чуть позже. Сначала мнение Виталика. Давайте послушаем. Пойдем вместе смотреть. Будем на маму сейчас посмотрим вместе. Показывайся. Реже без трижа. Это макияж без макияжа называется, да? Ну вот. Ну это мелки, да? Ну да. Это мелки. Видно, что... Ну понимаешь, цвет должен стоить денег. А тут цвет, ну он даже не такой. Даже хоть он и пастельный, но, блин, его наносить надо очень долго. Наслаивать его. Всем веснушки делала. Ой, сначала спреем, а потом добавляла еще карандашом, чтобы поярче было. Ну, без веснушек тут было бы, наверное, совсем все скучно. Скучно, да. Я тоже думаю, надо. Цвет помады прям... Вы поняли, ищите, еще есть остатки. 0,2 оттенок Best Friends Forever. Макияж глаз графичный, четкий. Ну, тени... Ну, как сказать, может быть сейчас это тренд какой-то. Не супер яркий цвет, там, не супер пигментированный. Я, конечно, сказать не могу. К макияжу глаз вообще вопросов никаких нет. Ну, такой летний. Да, да, летний, легкий. Без гелевых подводок было бы вообще скукота. Вопросы только к бренду. Какого хрена стоит это все так необоснованно? Если бы это было как-то обоснованно, ну, блин, ну, расскажите, хоть как-то выйдите на связь. Потому что уже не первый раз коллекции стоят действительно намного дороже, чем известные проверенные бюджетные бренды. Вы, ребят, ну, извините, вы тоже бюджет, но вы лезете куда-то... Ребята, вы не подумайте, что нам жалко денег на обзор, но, по сути, в основном, я тестирую бюджет. Ну, то есть, это и ближе и мне, и вам. То есть, это вот доступно всем. Такой же пользователь. И я хочу цену и качество, ну, в рамках разумного. Видно вам будет, не видно. Хочу показать поближе макияж. Ну, да, такой простой, абсолютно, там, пару цветов. Форму задаете вы уже сами. Там, затемняете, углубляете, графично, неграфично. А теперь продукты, которые я могу выделить из этой коллекции. Это мое личное мнение. Не навязываю. Ребята, кто меня смотрит давно, тот знает, что я не засираю продукты. Я говорю какие-то плюсы, минусы лично, исходя из своего опыта, применения, впечатления. Что же привлекло мое внимание? Это, конечно же, гелевые подводки. Но вопрос, почему мятная прям очень туго идет? Она прям застывает моментом. В момент. Давайте покажу, кстати, сводчи. Нет, цвета, конечно, красивые. Их можно использовать самостоятельно. Их как подложку под тени. И вообще всяко разно. А это гелевые подводки, они стойкие. Они застывают очень быстро. Продукты для лица. Да. Румяна рабочие. То есть, тут их надо совсем немножко. Хоть они по стоимости дороже, чем iHeart Revolution. Но все-таки они рабочие. Палетка для лица, для контуринга. Тоже нормальная. То есть, они рабочие. Вот эти продукты рабочие. А уже по стоимости решать вам. Можно купить со скидосами. Дни скидок в магнит-косметик. 20% там. Имейте в виду. Пудру, извините, я вам точно советовать не хочу. Ну, просто не хочу. Это мое желание. Имею право. Есть пудра ничем не хуже. По стоимости она где-то 600, наверное, тоже рублей будет стоить. Показывал уже во многих видео. Это Crystal Minerals. Тут вес 5 грамм. Она прям делает кожу отфотошопленной. Я ее использую и летом, и зимой. Но началась зима, и сейчас тоже использую. То есть, если выбирать, конечно, все познается в сравнении. Дальше палетка для глаз. Честно, вот красилась как будто детской косметикой. Но цена, как за взрослую косметику. А сводчик, конечно. Ну, конечно, нужно наслаивать. Естественно. Без гелевых подводок вот здесь было бы очень вкусно. Масло как масло. Вот смотрите, мне нравится эффект вот карандаша растушеванного. И у меня обычно губы, бывает, засыхают. То есть, видно, что они у меня немножко скукожились. Там карандаш аж не растушевывается. Маслица чуть-чуть. И вот они прям такие живые становятся. Масло отложу. Буду использовать. Мыло. Да, пусть вместе будут с ламель в одной, так сказать, коллекции мыл для бровей. То есть, по факту я всю коллекцию не списала. Вы не думаете, что я тут такая буду сейчас бомбить. Дайте мне тут это только повод. Нет, меня смущает цена. И об этом я говорю все видео. Я не знаю, что нам ждать дальше от Beauty Bomb. Какие они цены будут загибать, качество продукции и так далее. Но, что нам точно становится ясным, что Beauty Bomb уже не бюджет. Ну, как не бюджет? Какой это был раньше бюджетный бренд, уже не такой. Ну, что, ребята, прошло 3-4 часа примерно, как я закончила съемку. Ну, и что можем наблюдать? Конечно, в макияже глаз играют гелевые подводки. То есть, тени тут ничего и нет. Хочу еще отметить, что продукты для лица, в принципе, остались на месте. Ну, контуринг, румяна чуть-чуть виднеются еще. Сейчас поздняя ночь, и пойду я смывать. Хочу еще немного вот так вот. Случайно я задела и потерла. Подводка стойкая. Ребята, я пошла умываться. Начну монтировать вот это видео. И вы обязательно досмотрите до конца. Все. Вы знаете, что я люблю выжимать из косметики по максимуму. На что она способна? Мне самой интересно. И именно даже интересно вот выжимать из бюджетной косметики. Бывают такие находки мы находим, такие бриллианты. Ребята, я надеюсь, что этот выпуск был для вас развлекательным, а самое главное полезным. Не останавливаемся на достигнутом, потому что еще впереди много обзоров на косметику. Будем искать классные находки, так что подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. И не пропускайте новые видео. Ну и, конечно же, пишите в комментариях, кто что купил из новой коллекции Beauty Bomb, что понравилось, что нет. Пишите свои отзывы. И напишите насчет, кстати, гелевых подводок. У меня у одной такое прочувствие, что зеленая, мятная точнее, она более какая-то не такая пластичная, очень тугая, чем лавандовая. Лавандовая едет получше. Ребята, еще пишите в комментариях, на какие косметические бренды вы хотите обзор. Пишите в комментариях. Ну, а на этом мое видео подходит к концу. Друзья, спасибо вам большое за ваше внимание, что это время вы провели со мной. Лучи добра, они действуют. Я вам посылаю хорошее настроение. Вы уже, наверное, зарегились в этом видео. А вы поставьте лайк и напишите любой комментарий. И до скорой встречи, друзья. Всех люблю. Всем пока-пока.